Специальными службами Шимкента экстренно ведется оперативная работа по устранению последствий сильного ветра и ливня, которые разбушевались в Шимкенте в ночь с 12 на 13 октября. Коммунальные службы в ускоренном темпе провели работы по уборке упавших деревьев по городу. К слову, упало три дерева по Тамерлановскому шоссе, улице Капалбатыра и на пересечении улиц Жильтоксан и Казбекби. Это дерево было заражено короедами. Впитав в себя влагу проливного дождя, дерево ослабло. А порывистый ветер сделал свое дело. Дерево не выдержало нагрузки и рухнуло в третьем часу ночи. Благо в это время суток автомашин не было. Никто, к счастью, не пострадал. Печально, что количество больных деревьев в нашем зеленом городе немало. Специалисты утверждают, что подобных деревьев, зараженных короедами, в нашем городе немало. Остается лишь распил. Но вместо распиленных деревьев они высаживают молодые саженцы. Помимо разрушений в Шельгенте немало мест в подтоплении. Дождевая вода течет рекой по улицам Ерембетова, Шаяхметова, Лингерскому шоссе, Мамушулы, Аккараган и Октябрьской. К слову, по заверению жителей улицы Октябрьской, они неоднократно обращались с письмами о неисправной ирригационной системе как в городскую администрацию, так и в отдел жилищно-коммунального хозяйства. Идут дожди и потоп, и весь сток воды, вся грязь, канализация идет по нашей улице. Наш дом уже скоро снесет. Мер никаких не принимают. В Акимеат обращались. Все ходили, везде по всем инстанциям, никаких мер не принимали. Сколько лет продолжается? Это уже лет 10-15 продолжается. Специалисты отдела ЖКХ не отрицают многочисленных обращений граждан. По словам специалистов, на сегодняшний день проектно-сметная документация на реконструкцию ирригационной системы готова. И уже к концу нынешнего года все работы по замене арыков будут произведены. Подтопления произошли и за листопадом. То есть опавшая крона деревьев с дождевой водой уходит в ирригационные системы и собирается в одной точке. Это и вызывает засорение и разлив дождевых вод. Коммунальные службы сейчас в усиленном режиме проводят работы по очистке арыков и по откачке вод. Кроме того, в нескольких районах одновременно ведутся работы по откачке дождевой воды. В работах по устранению последствий стихии в Шимкенте задействовано больше 20 единиц техники, в том числе 7 водовозов и 2 мотопомпы, а также 74 работника специальных служб. Похоже, что штормовое предупреждение от департамента по чрезвычайным ситуациям о надвигающихся дождях и прогнозы синоптиков Южно-Казахстанской области никак не повлияло на график работы лиц, ответственных за ливневую канализацию из Шимкента, арыки заполнены мусором и забиты опавшими листьями. Бахром Абдулаев, Талгатов Нинабиев, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».